Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Миления Кулинарной Рецепты. Сегодня я буду готовить торт птичье молоко. Это рецепт очень старый, гостовский. По этому рецепту готовили торт птичье молоко еще в 50-60-е годы. Этот рецепт сохранился до сих пор благодаря книгам. Кто желает посмотреть и приготовить торт птичье молоко, оставайтесь со мной на канале. Для приготовления торта нам нужно сначала приготовить песочные коржи. Сейчас я буду начинать готовить коржи. Для этого нам нужно сливочное масло. Отправляем в чашу миксера. И добавляем сахар. Взбиваем в однородную массу масло с сахаром. Добавляем по одному яйца. Соль. Добавляем муку. И ванилин. У меня получилось вот такое тесто по консистенции. Я его приблизительно делю пополам, потому что у меня будет два песочных коржа. Для выпечки коржей я использую пекарскую бумагу. Я нарисовала круг, такой, какой у меня будет торт. Переворачиваем бумагу на обратную сторону. И здесь выкладываем половину теста. И вот так. Корж я переношу на лист для выпечки. И отправляю в духовку. Выпекаться он будет буквально 10 минут. Температура в духовке высокая. Где-то 220 градусов по Цельсию. И 440 по Фаренгейту. Корж готов. Сейчас я колесиком немножко подправлю края облака. Я его оставляю для охлаждения. И выпекаю сейчас второй корж. Сейчас мы приступаем варить сироп с агар-агаром. Нам нужна вода. В сотейник выливаем воду. Желательно, чтобы сотейник был не эмалированный, а чтобы он был вот такой с нержавейки. И добавляем сюда агар-агар. Даем агару постоять минут 10. И затем мы его будем варить. Сейчас его отставляем в сторону. И начинаем делать крем для суфле. Для приготовления крема нам нужно сливочное масло. Добавляем масло миксером до побеления. И затем добавляем сгущенное молоко. Добавляем немного ванилина. И взбиваем еще секунд 30. Крем готов. Агар я поставила в сотейнике на плиту. Непрерывно помешиваем и доводим до кипения. Агар закипел. Появились пузыречки. Сейчас мы кипятим его ровно одну минутку. Переведите на самый медленный огонь. Через одну минуту мы добавляем сахар. Сахарный сироп с агаром доводим до кипения. И помешиваем. Нам нужно, чтобы сахар у нас полностью растворился. Как только у нас сироп закипит, мы его кипятим ровно одну минутку. И снимаем с плиты. Сироп прокипел одну минуту у нас. Посмотрите, какой он стал густой, тягучий. Если поднять лопатку с сиропом, то сироп как бы тянется ниточкой такой. Сироп у нас готов. Сейчас я его отставляю в сторону. И начинаем быстро взбивать белки. Белки я отправляю в чашу миксера. И начинаем взбивать белки. Добавляю в белки лимонную тесноту. Тонкой струйкой взбиваю сахарный сироп. Начинаю добавлять масло вместе со сгущённым молоком. Разъёмную форму для выпечки я застелила пекарской бумагой. И края тоже покрыла пекарской бумагой, смазав сливочным маслом. Сейчас на дно формы мы опускаем один корж. На корж выливаем половину взбитой массы. Приблизительно. Сверху мы опускаем второй корж. И выливаем оставшуюся массу. Форму с тортом отправляем в холодильник до полного остывания. Агар застывает очень быстро. Но нам нужно всё равно выдержать время, чтобы он у нас поплотнее застыл. Ну, ориентировочно может быть часа на два. Торт застыл в холодильнике. Сейчас я его буду извлекать из формы. Так как у меня здесь была проложена бумага, он снимается очень легко. Сейчас я его сниму с формы. Сейчас нам нужен шоколад, чтобы мы сверху торт залили шоколадом. Я в шоколад добавляю сливочное масло и ставлю на водяную баню, чтобы у меня шоколад растаял. Шоколад я растопила. Вот такой он консистентный. Шоколадом буду заливать торт. Так, шоколад распределился. И сейчас я сверху посыплю вот такой шоколадной стружечкой. Оставляем торт на столе. Буквально минут на 10-15. Как только сейчас шоколад схватится, можно будет аккуратно переложить его на блюдо и поставить в холодильник для дальнейшего охлаждения. Сейчас я его отправляю в холодильник, чтобы он там постоял час или два. И можно перекладывать на блюдо и подавать его к столу. Если вам рецепт понравился, ставьте лайк и не забудьте поделиться с друзьями. Всего доброго и до новых вкусных рецептов!